Приветствую всех, меня зовут Алексей Душка, я журналист и сегодня в гостях у меня политолог, наверное, один из самых известных украинских политологов, это Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Правильно я понимаю, что украинцев ждет, ну, в хорошем, если все сложится, да, если все пазлы сойдутся, то украинцев ждут новые технологии, шикарные автомобили, кредиты по 2%, а россиян, к сожалению, я сейчас, ну, серьезно, вот, не без иронии, а россиян, к сожалению, ждет вот то, что есть сейчас, и не больше. Тяжелый послевоенный период будет, нам надо быть готовы к тому, что вот будет несколько лет очень сложных, полезных, это надо будет пережить, поэтому не будем сразу же обещать каких-то вот заоблачных уровней жизни и так далее, но что очень важно, действительно, вот, могут быть прямо противоположные траектории развития. Украина включается в открытый мир, получает доступ к технологиям, к ресурсам, а Россия наоборот, Россию будет ожидать стагнация, да, не будет полной закрытости, как у Северной Кореи, да, потому что будут особые отношения с Китаем, но Россия, которая будет не просто топтаться на месте, а будет деградировать, там сейчас, например, уже процессы деградации запускаются, 85% автомобильной промышленности в России сейчас не работает, 85%, продажи автомобилей упали в три раза. Ну да, я видел, что автомобили могут забыть, что такое коробка автомат, что такое кондиционер, что такое подушка безопасности, то есть возвращаемся к легендарным ВАЗ-2101, да? Да, и там тоже возвратиться сложно, от многих комплектующих, ну их будут там через серый импорт, они уже целые стратегии разрабатывают, как это компенсировать, но в любом случае Россия рискует превратиться в сырьевой придаток для Китая. Я крайне скептически отношусь к тому, что Россия может согласиться на членство Украины в Европейском Союзе. Я поясню почему. Нынешняя Россия, путинская Россия. Я был свидетелем в 2013 году дискуссии между Путиным и бывшим главой Еврокомиссии Романо Проди. Тоже итальянец, кстати. Романо Проди, это 2013 год. Он предложил сценарии, которые сейчас пытаются предлагать некоторые политики. А давайте Украина станет мостом между Евросоюзом и Украиной. Это вот в контексте дискуссии... И Россией. Это было в контексте дискуссии об ассоциативном режиме для Украины. Ну, мол, пусть Украина будет открыта и для Евразийского Союза, и для Европейского Союза. На что Путин сказал, нет. Вот вы всегда так, европейцы, хотите выпить наши русские водки, съесть наши черные икры и все за наш счет. Заметьте, это говорилось об Украине. То есть он рассматривал Украину как свой ресурс уже тогда. И в этом плане Путин не собирается ни с кем делиться Украиной. И остается только один выбор в этом плане. Надо выгнать Путина из Украины. Это возможно только военным путем. Путем военного поражения для путинской военной машины. Ну, давайте теперь от сложных политических и военных вопросов немножко окунемся в слухи. Сразу предупреждаю. Возможно, это даже немножко желтые слухи, но все равно. Я должен спросить, а вы можете посмеяться и даже не ответить. Вот кто-то говорит, что готовится в России замена Путина чуть ли не на его дочь. Возможно такое, что его как бы в тень, как было с Медведевым, а вот кто-то там рядышком. Или все-таки возможен реальная замена? Ну, то, что о замене опять говорят, это, знаете, по известной русской пословице. Дыма без огня не бывает. Значит, что-то возникает такое, что возбуждает вот такие слухи, предположения. Очень очевидно, и это признают разные источники. Причем от таблоида и до источников, которым стоит больше доверять. Ну, например, вот наш глава военной разведки тоже сказал, у Путина есть проблемы со здоровьем. Это и ряд российских источников признает. Насколько они серьезны, мы сказать не можем. Но Путин, видимо, задумывается над тем, чтобы все-таки, если ему физически, вот что может произойти? Если Путин в результате осложнения вот этих проблем со здоровьем, а он уже не молодой человек, 70 лет, пока вроде бы физически здоровый, но а если проблемы серьезные, то тогда он не сможет так контролировать власть. Именно этим вызваны вот эти слухи о том, что он может ввести в состав руководства свою дочь Тихонову. То есть это как бы попытка сначала подготовить, а потом, может быть, и действительно в качестве своего преемника назвать человека из своей семьи, которому он больше доверяет. Не сына Патрушева, вот другая версия ныне популярная, потому что все-таки, я думаю, он уже пытался тоже продвигать и готовить на перспективу своих охранников. Вот такие нукеры путинские, вроде бы преданные ему, зависящие от него. Он на самом деле, возможно, думал сделать то же самое, что сделал Ельцин. Ну то есть он благодарен, до последнего момента был благодарен и Юмашеву, и Татьяне Диченко, дочери Ельцина, что они обеспечили его приход к власти. Что, мол, вот это как бы был длинный идеальный вариант. Но он не видит таких людей, которые бы воспроизвели эту модель. Отдавать власть кому-то из силовиков или сыну силовика, который вроде бы лоялен тебе, но который потом эту власть сконцентрирует в своих руках и непонятно, чем это закончится. А примеры того, когда вот в результате этого так называемого транзита бывший руководитель не просто терял власть, а терял все. В Анголе такое произошло. Но сейчас как бы не в такой сильной степени. Ну вот мы видели, что в Казахстане Назарбаев потерял реальную власть или теряет ее. Так что в этом плане, думаю, что у Путина нет готовой модели передачи власти. Или как они говорят, что тоже очень показательный. Не транзит власти, а трансфер власти. То есть имеется в виду не просто передача политической и административной власти, а финансовые потоки. Вот финансовые потоки надо передать. А грызня между разными группировками в окружении Путина, она неизбежна будет. Это, кстати, фактор, который нам может немножко помочь. Единственное, от чего я предостерегаю. Не надо нам слишком надеяться на то, что с Путиным что-то случится. Вот если Путин уйдет, все сразу станет хорошо, война прекратится. К сожалению, риски могут сохраниться. Для нас более благоприятный сценарий – это внутренняя дестабилизация путинского режима. Непонятно, чем и когда она закончится. Но если это будет происходить, это, конечно же, ослабит потенциал войны Путина против Украины. Или войны вот этой путинской России против Украины. Ну, подождите, уже был пример, когда был царь, царя не стало, было временное правительство. Временное правительство, которое пыталось вести порядки в России, вести войну с Германией имперской. И чем это закончилось, мы это все знаем. То есть вы думаете, что если начнутся склоки между, ну, деление власти, да, после «я устал, я ухожу», и начнутся деление власти, то Украине от этого ничего хорошего не светит? Нет, разные сценарии могут быть. Понимаете, вот то, что вы упомянули, это 17-й год, это смена вообще политической системы, причем кардинальная смена. Был сценарий 91-го года. Вот попытка либеральных реформ Горбачева привела к тому, что Советский Союз распался просто. Но, опять-таки, этому распаду способствовала и неудачная война в Афганистане. Очень важно. Да, кстати, тоже событиям 17-го года способствовали поражения в Первой мировой войне. А перед Первой русской революцией в 5-м году было поражение в русско-японской войне. Поэтому военное поражение – это главный триггер, главный спусковой крючок, который может повлиять на внутреннюю ситуацию в России. Но ситуация может по-разному развиваться. Вот я, Володин, вспоминал, Путин – это Россия. А вот какой будет Россия без Путина? Режим может посыпаться. Причем по-разному может развиваться. Могут прийти к власти не силовики, а хозяйственники, типа Мишустина, которые будут договариваться, скорее всего, с Западом. А вот какая модель будет мирового регулирования? Это будет зависеть от ситуации военной на данный момент, когда такие изменения могут происходить в России. А вот если придут силовики к власти, к сожалению, мало что изменится. Другое дело, что это будет продолжение деградации режима. На самом деле бизнес-элиты, даже часть путинского окружения, они видят то, что война принесла им массу проблем. Вот истерика Медведева. Вот сейчас это любимая тема для многих. Человек на стакане сидит. Отсюда и невнятные посты, и очень агрессивные. Но откуда агрессия такая? Слушайте, у человека были имения в Италии, там куча разных ресурсов за кордоном. Все это потеряно. Соловьев, главный российский пропагандист. Вилов на Кома, сейчас закрыто и так далее. Лавров, семейство, включая жену, любовницу и целый караван разных родственников, регулярно ездили за рубеж. И вместе с Лавровым и отдельно. Сейчас это невозможно. Жена Нарышкина каждый месяц летала на собственном чартере на шопинг в Европе. Ну, даже, наверное, каждую неделю, наверное. А сейчас это невозможно. Понимаете? Эти люди много чего потеряли. Я уж не говорю про русских олигархов. Часть из которых даже сейчас предлагает. Вы снимите с нас санкции, мы тогда будем помогать Украине. Бизнес российский недоволен этой ситуацией. Средний класс российский, сконцентрированный в крупных городах, он в значительной мере поддерживает Путина. Он состоялся при Путине. Но теперь именно этот средний класс теряет социально-экономически от нынешнего закрытия России. И вот как эти люди, или, например, поколение миллениалов, поколение, которое... Почему миллениалы 2000-й год, они вступили в активную жизнь как раз вот в начале 21-го века. Это поколение потребителей. Жирные путинские годы, жирные нулевые годы, 2000-е, когда цены высокие были на нефть, они же потребляли, они поднимались. А сейчас совсем другая ситуация. Вот эта кормушка потребительская схлопывается. Как они себя будут вести? А это поколение, как говорят социологи, еще и достаточно агрессивное. Пока агрессия против Украины проявляется. А что будет дальше? Вот мы не знаем ответа на многие вопросы. Поэтому могут идти конфликтные процессы и в правящей верхушке России, у которой разные интересы. Кто-то хочет продолжение войны, а кто-то хочет эту войну прекратить и постепенно как-то восстановить нормальные отношения с Западом. Прошу прощения, что перебиваю. А в процентном соотношении элиты больше хотят продолжения войны или все-таки уже все, уже поняли, что куда там? Нет, мы не можем оценить в процентном отношении, потому что, во-первых, элиты очень разные. Но есть, опять-таки, самая верхушка, около путинская. Люди, которые руководят российским государством. Там же тоже разные люди. Там есть наиболее, может быть, значимый сегмент на данный момент. Это ставники самого Путина. Это часть близких к нему олигархов. Ротенберге, Ковальчуке, Сечин и так далее. Ну и ряд других. Растех. Это люди, взращенные Путиным, которые полностью зависят от Путина. Они, конечно же, теряют от его ухода. И они хотели бы сохранить путинский режим и поставить кого-то из своих во главе обновленного путинского режима. Силовики за продолжение войны. Ну, это их кредо. Хотя часть генералов, как говорят разные источники, они понимают, что война бесперспективна. И лучше, как бы, из этой войны выходить и каким-то образом там потом уже реформировать российскую армию. А вот бизнес, экономические ведомства, хозяйственники в руководстве российском, а также умеренные администраторы, я думаю, что они скорее за то, чтобы каким-то образом, ну, сохранив лицо для России, но выйти из этой войны. А люди смогут, вот если, ну, сейчас какой-то там такой момент, завтра Путин, что-то с ним случилось, он подавился, собственно, и слюной, и назначаются выборы президента. А люди готовы проголосовать за хозяйственника, а не за военного человека в России? Ну, уже сейчас происходят изменения в российском общественном сознании. А какими они будут, эти изменения, и вот это российское общественное мнение, через год, через два, мы не знаем. Развитие может идти по разным моделям. Например, могут быть такие же эксцессы, как были и в Хабаровске. А напомните, пожалуйста, сейчас... Я напомню, тогда сняли губернатора, ну, просто криминальный авторитет бывший, и который криминальными методами правил в Хабаровске. Но он был свой. Его Москва снимает, ну, потому что бандит просто бывший. Казалось бы, все нормально, все хорошо. А хабаровчанам это не понравилось. И начались протесты многомесячные, которые тогда почти совпали по времени с протестами в Беларуси. Ну, чуть-чуть раньше даже было. И вот это как пример того, что может что-то взорваться там, где не ожидали. И по, например, причинам не только социально-экономическим, но и по причинам того, что Москве не доверяют. Москва далеко, а как бы ей не доверяют. Это вот один пример. Второй, вот модель расползания России. Татарстан. Одна из самых богатых национальных республик российских. Это не Чечня, которая богата за счет того, что вся Россия платит ей дань, дань Кадырву. А там есть своя нефть, своя промышленность. И Татарстан очень негативно отнесся к идее, которая появилась в прошлом году. Ликвидировать постпрезидент во всех национальных республиках. А Татарстан еще со времен Ельцина привык. Это как бы пусть ограниченный, во многом формальным, но суверенитет. И вот Татарстан, татарское меньшинство в центре России, это на самом деле очень влиятельная сила. Как себя Татарстан поведет, если, например, центральная российская власть ослаблена? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Но я бы отделился. Конечно, теоретически это возможно. Я даже лично знал таких людей еще, когда в старые времена ездил в Россию. То есть вот люди, которые хотели бы такого, в Татарстане, несомненно, есть. В том числе и в Верхушке. Но все зависит от обстоятельств. А потом, за кого проголосуют? Я напомню историю с самим Путиным. Когда Ельцин показал пальцем на Путина, вот ты будешь моим преемником, рейтинг Путина был минимальным. И этот рейтинг искусственно накачивали. Кстати, накачивали тогда войной против Чечни. А сейчас, вот как бы в условиях проигранной войны в Украине, с кем воевать? Так еще хуже может быть. Тут наоборот, если будет запрос на мир, а запрос на окончание вот этой спецоперации, правда, пока запрос на победное окончание, но он есть. Люди уже устают от войны в России. Что будет через год? В условиях особенно социально-экономических проблем. И вот тут я обращу внимание пока на очень интересный момент. Кто-то, как Медведев, пытается продемонстрировать свою лояльность Путину и лояльность силовикам. И говорит, какой он радикальный, какой он антиукраинский, антизападный. То есть метит в кресло, да? Ну, он хочет, да, он хочет остаться претендентом. Он хочет сказать, что я могу быть приемлемым для вас, преемником Путина. Но даже российские эксперты очень иронично к этому относятся. Говорят, что даже для Медведева есть риск, что его отправят послом в какую-то далекую страну. Совсем в нем разочаровались. Отсюда вот такие выбросы агрессии в Телеграме. Но я обращаю внимание на другое. Обратите внимание, молчит Собянин, мэр Москвы, которого тоже традиционно называют одним из возможных кандидатов в преемники. Он такой чистый хозяйственник и достаточно успешный, ну, при московских-то ресурсах. Он в основном молчит, хотя тоже, конечно, он абсолютно лоялен Путину. Мишустин, премьер-министр, который, кстати, в случае, если с Путиным что-то происходит, формально именно премьер-министр становится временно исполняющим главы государства. Он сконцентрирован на хозяйственных делах. В большую политику, в международную политику он не лезет. Он тоже лоялен Путину, естественно, тоже поддерживает эту войну, но при этом избегает вот такой риторики, которую демонстрируют Медведев, Кадыров и многие другие. То есть представители российских элит ведут себя по-разному. И вот две разных стратегии, противоположно разных. Одни такие, как Медведев и Патрушев, агрессию демонстрируют, воинственность, а другие молчат и ждут, а как ситуация будет развиваться дальше. Это уже показательная тенденция. Посмотрим, что будет дальше. Пока прогнозируют рано. Пока вот эти внутренние процессы в России, они в самом начале изменений. Но изменения уже начались. Сама война, неудачная, в общем-то, война для России против Украины, она уже запустила маховик, цепную реакцию этих изменений. Когда маховик раскрутится? Месяц, два, год? Смотрите, мы не можем точно сейчас сказать. Это будет зависеть от хода военных действий в Украине. И сценарии могут быть самые разные, в зависимости от того, насколько масштабной, насколько своевременной будет военно-техническая помощь Украине. Вот уже поступает тяжелое вооружение, но его еще недостаточно. Оно может сдержать российское наступление. Но для того, чтобы начать контрнаступление... Хорошо, давайте смотрите, давайте... Сейчас я закончу, да. Нам необходимо не только больше тяжелого вооружения, в частности реактивных систем залпового огня. Нам необходима еще авиация. А с авиацией, с новыми вертолетами, пока, к сожалению, проблема не решена. Это к слову. Поэтому у нас надеются на то, что перелом в войне может произойти примерно в августе. Кстати, август в России давно, еще с 90-х годов, считается черным месяцем. Вот посмотрим, как в этот раз будет. Но в любом случае, у нас надеются, что если вот эта ресурсная поддержка будет достаточно активной, своевременной, то украинская армия может перейти в контрнаступление примерно в августе. И к концу года, в принципе, ситуация может стабилизироваться, либо через вытеснение россиян с большей части оккупированных территорий, либо война перейдет в позиционную фазу. А именно позиционная фаза может спровоцировать возобновление переговоров, как показывает историческая практика. Но это в таком, я бы сказал, оптимальном варианте. То есть осень? Ну, осень, конец года, да. Но это, я имею в виду, выход на завершение активной фазы военных действий, либо на более благоприятный для нас военный сценарий. А вот если будет военное поражение России, вот это может как раз запустить новую фазу внутренних изменений. Пока мы видим только лишь остывание вот этого имперского угара, который наблюдался в первые месяцы войны. Остывание в общественном мире не происходит. Мы видим начало вот этой грязни вокруг Путина. Опять-таки, мы же не знаем, как быстро будут развиваться проблемы с его здоровьем. Кстати, о проблемах можно? О проблемах с его здоровьем. Я буквально вчера, может быть, вчера прочитал, что вроде как прямой линии Путина, вот там, где он сидит, как царь, расселся, да, там, отвечает на давно заученные вопросы, давно заученными ответами. Я тоже так бы хотел, если честно, для меня, ну, любоваться собой, так сказать, да. И говорят, что такой прямой линии не будет. Это что? Болезнь Путина или боязнь, что кто-то все-таки задаст неудобный вопрос? Потому что это все-таки прямой фирмы. Ну, точно, точно это не боязнь неудобных вопросов. Потому что там все срежиссировано уже, слушайте, за 20 лет его управления машина уже откалибрована. Да, там иногда пробиваются какие-то не самые удобные вопросы, но это делают тоже специально, чтобы показать, что, мол, есть и какие-то неудобные вопросы, что Путин может ответить на любой вопрос. Но, в принципе, механизм отбора вопросов и все это шоу, оно давно отрежиссировано. Проблема в другом, действительно. Ну, один из сцен... Да, и Песков подтвердил, что не будет этой прямой линии сейчас пресс-секретарь Путина. Один из вариантов, на который намекают в Москве, мол, надо подождать освобождение Донбасса. Вот когда Донбасс будет освобожден, ну, то есть имеется в виду выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, Российской армии, вот тогда, мол, и проведем эту линию. А вторая причина, действительно, она, скорее всего, связана со здоровьем Путина, ну, и с отсутствием военных побед, на самом деле, и каких-то политических достижений, но и здоровье Путина. И что такое прямая линия? Это минимум 4 часа, иногда даже больше, когда ты сидишь, отвечаешь в активном режиме. А мы же видим сейчас, вот даже выступление Путина 9 мая, блеклое выступление, он показывается сейчас на публике нерегулярно. Да, он дает интервью, но интервью такие, скажем так, ограниченные, и интервью без особого блеска, вот без этой вот патетики путинской, без его специфического остроумия и тому подобное. В общем, паблек Путин, он не такой вот, каким он был раньше. Это уже заметно даже самим россиянам. И похоже, вот действительно, я тоже склоняюсь к этой версии, видимо, сейчас он не в том физиологическом и психологическом состоянии, чтобы выдерживать многочасовую прямую линию, да еще в условиях, когда особо похвастаться нечем. А проблемы в самой России нарастают. Что для вас полный проигрыш России? Полный проигрыш России – это полный уход России из Украины, включая потерю Крыма и контроля над Донбассом. И второе важное условие – это внутренние изменения в России, крах путинской политической системы, начало каких-то трансформаций в российской системе власти, которые будут означать уход, как минимум, от агрессивного империализма, которые проповедовала путинская политическая система. Это как минимум. А желательно, чтобы… Ну, еще самый идеальный вариант, скажу, который обсуждается в Украине, и не только – это распад России. Распад России. Но это в самом идеальном варианте. Ну, тогда что? Мы можем пожелать и себе, и россиянам, и всему миру, чтобы быстрее решался вопрос со здоровьем некоторого одного человека в мире, да? И как там писал поэт, «И на обломках самовластия напишут наши имена». А точнее… Я бы сказал, вот на обломках самовластия напишут «Украина». Вот это… Не-не, подожди, давайте тогда точно. На обломках самовластия напишут «Слава Украине». Да, совершенно верно, да. Вот это и будет означать победу. Я вам говорю большое спасибо за сегодняшнее интервью. Все очень конкретно и по полочкам. И берем ручки, берем… Кто ручки, кто автоматы, и идем писать имена.